Во Львове снова взывают о помощи. На этот раз мэр собрал тяжелую артиллерию, всю местную чиновничью рач, чтобы в полном составе обратиться теперь уже не только к президенту, но и премьеру, но и к народным депутатам с требованием вывести мусор из города. И этот призыв не остался без внимания парламентариев, даже привел к радикальным действиям одного из них. Но об этом позднее. А сейчас о ситуации в городе. Все подробности узнаем от Галины Якушко. Утро понедельника городской голова Львова начал с экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пригласил руководителей пяти райадминистрации, главного медика Львова и других чиновников. Те доложили, что мусор из города не вывозят уже полтора месяца. На улицах скопилось около 8500 тонн отходов. И чтобы их убрать, понадобится 850 мусоровозов. Позаседали и решили в очередной раз обратиться к президенту, премьеру, секретарю СНБО и на этот раз к парламентариям с просьбой помочь очистить город. Мы сегодня вернулись персонально к всех депутатов Верховной Рады, потому что уряды подзвитные Верховные Рады, что они схаменулися, потому что они государственные чиновники, они должны работать и выполнять законы Украины, а не заниматься политическими... даже не знаю, как слово назвать. На заявление Садового в очередной раз отреагировал премьер. Владимир Гройсман был краток. Заявил, готов, мол, дополнительно выделить 50 миллионов гривен на обустройство нового полигона для отходов областным властям, если они способны реализовать то, что не смог мэр Садовый. Я готов внести пропозицию уряду выключением с резервного фонда 50 миллионов выделить области на строительство нового полигона с переработкой. И возьмите и сделайте, если они не могут это сделать. Або наоборот. В принципе, попросить у местной влады график, сколько им нужно времени, чтобы достаточно вырежать это вопрос. Но пока в мэрии не до графиков. Она просит горожан сортировать отходы, чтобы в первую очередь вывозить хотя бы гниющую органику. А главный юрист Горсовета Хелена Паенкевич пообещала заявить о бездеятельности центральных органов власти в правоохранительные органы. На кого лично будут жаловаться на премьера президента или секретаря СНБО, подопечная Садового не уточнила. Галина Якушки, Риглбинка. Подробности телеканал Интерльвов.